Всем привет! Это Супер Книга! В этом видео мы приглашаем вас сыграть в квиз, посвященный нашему мультсериалу и, что важнее, Библии. Для того, чтобы оценивать результат, ты можешь загибать пальцы. Правила такие. Я буду задавать вопросы, иногда простые, иногда посложнее. За правильные ответы ты получаешь баллы, загибая при этом по одному пальцу. А если ответил неправильно, то не загибаешь. Мы сами отмерим время на размышления. Но если необходимо уместить квиз в формат командной игры, ваш куратор или ведущий мог бы управлять видео, ставить на паузу или может даже перематывать. В самом конце мы вместе подведем итоги. Итак, приготовьтесь и пристегните ремни безопасности. Мы начинаем! Как звали самую первую женщину? Вспоминай, она еще была женой Адама. Ответ. Первую женщину звали Ева. Интересный факт. Это имя переводится как «дающая жизнь». Каким животным Авраам заменил Исаака на жертвенники? Помните эту историю, когда отец Авраам почти принес в жертву единственного сына Исаака? Ответ. Вместо Исаака Авраам принес в жертву барашка. Кстати, это очень напоминает то, как Иисус был принесен в жертву вместо нас. Как звали апостола, которого Бог привел к истинной вере через слепоту? Это не очень простой вопрос, но я уверен, ты справишься. Ответ. Бог временно сделал слепым апостола Павла. Таким образом получилось достучаться до ярого противника христиан и изменить его сердце. Если ты ответил Саввал, то тоже верно. Так его звали до перерождения души. Каким продуктом Бог кормил народ израильский в пустыне? Что-то очень вкусное, но не шоколадки. Ответ. Чудесным образом каждый день Бог кормил свой народ манной небесной. Если ты ответил мясом перепелов, то это тоже верно. Итак, последний вопрос. Каким образом друзья парализованного доставили его к Иисусу в дом, наполненный толпой людей? Варианты ответов. Через крышу, через окно, через дверь, через подвал. Повторяю, чтобы донести больного до Иисуса, друзья переместили его через крышу, или окно, или дверь, или подвал. Ответ самый неочевидный. Да, они буквально разобрали крышу, чтобы Иисус мог исцелить их парализованного друга. А Иисус его не просто исцелил, но и простил ему грехи. Вот и все. Каким бы ни был результат, ты дошел до конца. Итак, подведем итоги. На экране ты видишь звания, названные соответственно набранным тобой балом. Стажер, ученик, суперученик, мастер и супермастер. От имени Суперкниги мы поздравляем тебя с достигнутым результатом. В любом случае надеемся, что сегодня ты узнал что-то новенькое. Набрав не так много, как ты хотел, не расстраивайся. Все еще впереди. Набрав солидную цифру, постарайся не возгордиться. А мы напоминаем, что ты можешь подписаться, поставить лайк, а еще посмотреть здесь другие видео на канале много интересного. С вами была Суперкнига. Ждем тебя в наших следующих выпусках. Пока-пока.